То есть здесь где-то предположительно будет кухня? Да, предположительно она находится в углу, здесь зона отдыха. Свой угол для одиночек и людей, лишенных фобий. Идеальное жилище для тех, кто не страшится замкнутого пространства. В 20 квадратных метрах при желании можно вместить практически все. И кухню, и спальню, и ванну с туалетом. При условии абсолютной свободы и отсутствия каких-либо обязательств. Как правило, это выбирают либо молодые семьи, либо одинокие люди. Для спокойной жизни без детей. Ага, понятно. Такая квартирка в новостройке практически на выезде из города вам обойдется в среднем в 2 миллиона рублей. Это стоимость старой однокомнатной квартиры, но где-нибудь в центре Казани. Будущих владельцев не пугает ни цена, ни расстояние. Чуть меньше половины всех квартир в этом строящемся доме такие вот с минимальной площадью. Дом планируют сдать летом этого года. А все малогабаритное жилье уже распродано. Если мы пройдем по застройщикам Казани, то уже на финальной стадии сдачи однокомнатные квартиры все реализованы. В России малогабаритное жилье в массовом порядке начали возводить именно во времена Хрущева. Такие небольшие, некомфортабельные квартирки в народе презрители называли хрущевками. Но именно Хрущев увеличил нормы для человека не менее 9 квадратных метров. Однокомнатная квартира должна была быть не менее 14 квадратных метров с небольшой, но изолированной кухонькой, где, как правило, обедали поочередно, узкий коридор и совмещенный санузел. В народе тогда даже шутили, что в этой квартире Хрущеву удалось соединить практически все. Хорошо, что не успел соединить только потолок с полом. Во времена Хрущева строители ломали головы, как изолировать комнаты в маленьком помещении. В отличие от застройщиков советской эпохи, современные проектировщики не утруждали себя в поисках лучшего решения. За основу взяли не опыт ветеранов, а жизнь по западному образцу. Мода на миниатюрные квартиры, где всего 4 стены, в России появилась сравнительно недавно. За границей такое жилье называют студиями. Но это особая философия жизни. Красочные картинки с неординарным дизайном квартир-студий пестрят в интернете. Это место не столько для жизни, сколько для работы творческих людей. Здесь живут и творят художники и поэты, которым чужды проблемы в быту. С ним говорить, что все помещения, которые в жилой квартире, должны быть отдельные. Отдельное помещение кухни, отдельные гостиные, отдельные ванные комнаты, отдельные прихожие. А здесь все единственное. Этот же шум, этот же запах, но комфортно сразу исчезает. В условиях серых будней и отсутствия творческого мышления такая квартирка в России теряет свой европейский шарм. Их даже называют у нас по-другому. Не студией, а гостинками. То есть местом для временного проживания. И гостинку у нас покупают отнюдь не из-за высокого полета мыслей. Когда у нас немножко хуже стало финансовое обеспечение населения, вернулись к нам. Вот застройщики и девелоперы, они ищут возможность, как реализовать жилье. Тоже понимая, что покупательные способности населения очень низка. И тогда начинают появляться вот такие квартиры. К слову, мы соседи тоже стараемся смотреть, чтобы люди были достаточно адекватны. Так как соседство такое достаточно близкое. Плодное, да-да-да. И люди должны понять, что если они выбирают такое жилье, то они должны жить дружно и мирно. Как и положено друзьям, все можно поделить пополам. Так и в одной большой квартире можно выделить место каждому. И у каждого будет своя собственная жилплощадь. Здесь у нас получается 4 комнаты. Из этой квартиры у нас получится 5-комнатная квартира. То есть кухня у нас тоже становится комнатой. То есть будет 5 небольших гостинок? Да-да-да. Из 4-комнатной квартиры 5 небольших гостинок? Да, изолированных причем. Изолированных. Там, где проходят красные линии, вырастет стена. Каждая комната будет разделена входной дверью и отдельным санузлом. В туалет к соседям ходить не придется. Самая маленькая комната 16 квадратных метров. Самая большая и самая дорогая, соответственно, 18 квадратов. По словам Марата Сальмушева, это предложение для тех, кто готов жить по средствам и не переплачивать ни за ипотеку, ни за съемную квартиру. Перекантоваться год-другой, а потом купить себе уже шикарные апартаменты. Мечтать-то все равно не вредно. Вот видите, большие дома. Вот их видно. Вот они, 9, 12, 14 этажей, 25 этажей. Там эконом-класс квартиры. Это проект нового микрорайона в городе Альметьевске на 35 тысяч жителей. Жилье для класса выше среднего в окружении многоэтажек. Для людей, так сказать, с доходом пониже. Так застройщики решают жилищную проблему. Большие, дорогие элитные квартиры на рынке жилья пользуются все меньшим спросом. Потому застройщики берут новый вектор в строительстве. Строить больше и квартиры помельче. В угоду спросу и без раздумий. Когда погоня за прибылью стала нормой жизни. Как-то странно сейчас нам возвращаться опять к нормам чуть ли не сталинского периода. Там с 10 или там с 12 квадратными метрами. Это не совсем правильно. Но это же очень уступает даже среднеевропейской норме. Где порядка 30-35 квадратных метров на человека. А если взять там, например, скандинавские страны или там США. Там же вообще 60-70 квадратных метров на человека. Вот это считается у них нормой. И, конечно, мы хотели бы, чтобы наше общество тоже шло вот к таким примерным показателям. Архитекторы уверены, что такая же личная политика через несколько лет может привести к весьма печальным последствиям. Уплотненность населения определенного социального статуса может стать причиной серьезных проблем. Вот такая сегрегация. Сегрегация проявляется у нас очень сильно, сильнее, чем даже в европейских странах. Наша правительство российское раскритиковало в лице вот Шувалова и глава Минстроя. Они раскритиковали так называемое экономное жилье. Они и с их уст говорят, что это обижает наших россиян. Ипотеку взять невозможно? Ну никак. А если мама 13 тысяч зарабатывает, я на дневном учусь. Если разложить кровать, приходится ходить в одну шеренгу. Татьяне 21. Всю свою жизнь она живет с мамой в 12 квадратных метрах. Эту комнату, как воспитатель детского сада, ее мама получила от вертолетного завода. Комнату, которую можно назвать как угодно. И гостинкой, и студией, и квартирой. Но только не местом для жизни людей. Еще надо на работу устраиваться. Еще год надо отработать, чтобы клапсикация какая-то была. Чтобы, может быть, мне ипотеку дали. Я смотрю, что вы с оптимизмом живете. Ну, конечно. А как дальше? Умирать, что ли, тут? Все уж. Самый главный на улице. Ельзира Юзаева, Роман Безменов, Ишат Аюпов и Альберт Шефигулин. Семь дней.